Пока жители Лос-Антоса отдыхают на рождественских праздниках, за порядком в городе продолжаются льдеть тысячи полицейских. Среди них и я, лейтенант Гост, служащий этому прекрасному городу уже на протяжении шести лет. И вроде бы казалось, что на новогодних праздниках в городе должно быть спокойно, но, к сожалению, это не так. Поэтому сегодня я отправляюсь на свою очередную рабочую смену. Ну давайте! Хоть кто-нибудь нарушьте правила дорожного движения! Я устал здесь стоять. Уже около часа стою! Ах, зря я, наверное, выбрал центральную аллею для того, чтобы искать нарушителей. Плюсом, учитывая, какой сегодня снегопад, я думаю, немного найдет смельчаков, которые осмелятся покататься по городу с большой скоростью. Единственное, может, дрифтеры какие-нибудь на улицы выйдут. И то это вряд ли. Ух, ладно. Пока здесь достаточно скучно, можно немного прогуляться по центральной аллее, которую, кстати, очень-очень круто украсили. О, ребят, всем привет! С вами, как всегда, я, Гост. И сегодня мы выходим на очередную рабочую смену за полицейского. Как вы понимаете, ребята, даже в новогодние праздники нам нужно патрулировать улицы города для того, чтобы следить за нарушителями, которые наверняка здесь имеются даже в такое прекрасное время, как праздники. А вот это у нас что такое? Почему вы в общественном месте нарушаете порядок? Нельзя, если что, раскуривать сигареты в неположенном месте. Вы понимаете меня? Так, мистер... Ну-ка, подожди-ка, я попробую в него врезаться, может, так поймет. На тебе! Всё! Давай, побежал отсюда! И больше, чтобы не появлялся здесь. Хе-хе-хе. Ну что же, ребята, в самом начале этого видоса не забудьте поставить свой лайкосик всё-таки, ребята. У нас Новый год, праздники до сих пор. Я думаю, вы отдыхаете, у вас прекрасное настроение. Так что не забывайте дарить мне тоже чуточку своего настроения благодаря лайкам под этим роликом. Конечно же, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А вас всех я поздравляю снова с Новым годом. Не устану это говорить, конечно же, ребята. Сто раз поздравлю, чтобы у вас всё было хорошо. От себя могу пообещать очень много крутого контента в Новом году. Так что обязательно ждите. Ну и, конечно же, рассказывайте в комментариях, что вы загадали на Новый год, как вы вообще его празднуете, да? Как проходят ваши эти денёчки? Отдыхаете вы там или чем-то занимаетесь? Будет интересно почитать. Так, ну здесь вроде всё спокойно. Так, слышу тачку полицейскую. Так. Куда-то в сторону она, кажется, уехала. Ах, ладно, чё. Давайте, ребята, мы с вами поедем дальше, короче. Потому что здесь делать нечего. Я реально хочу кого-нибудь сегодня поймать. Но с таким снегопадом это практически нереально как будто. Ну кто будет здесь дрифтить? Кстати, дрифтить. Может, я? Вау. Уу. Так, аккуратненько. Сейчас попробуем, ребята, дрифтануть на полоскорости. Ууу. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, всё, всё. Тормозим. Поехали дальше. Блин. С таким снегом дрифтить очень легко. Я могу вам сказать. Единственное, чё, это опасно. Ааа. Вау. Чуть не врезался, блин. Фух. Аккуратненько. Аккуратненько. Сюда. Оп. Ну, короче, ребята, не знаю я. Мне кажется, моя тачка для дрифта не подходит, если честно. Так, чё это он делает? Какая-то странная спереди машинка. Ну-ка, поехали. Подъедем, посмотрим. Ладно, чувачок просто припарковался. Причём очень криво припарковался. Эй, братан, тебе не кажется, что это... Но... А, ну, ладно. Чё он делать-то пошёл? А, просто деньги с банкомата снять. Ах, ладно, ладно, ладно. О, кола! Стой, 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 кола! Надо проверить на всякий случай, что у нас там. Вся ли газировка на месте, молодой человек. Останавливаемся. Я не знаю, что я ему скажу, за что я его останавливаю. Причину придумаем, короче. Просто я хочу проверить, вся ли газировка в безопасности. Так, ну что ж, мистер, я гляжу, вы у нас соблюдаете вроде как правило, да? Остановились по моему требованию. Ну чё, давайте посмотрим, ребята. Скажем ему то, что он подозрительно водит транспорт. Извиняется. Ладно, хорошо. Чё там по лицензии? Лицензия активна. Ладно. А обычную машину... Опа! Ребята, может газировка-то вся на месте, но у него с собой запрещенные вещества. Проведём тест на опьянение. Что вас там покажет? Ну-ка. Ну-ка. Ну всё по нулям. Ладно, я выпишу ему штраф. Ах, давайте 100 баксов за то, что он катается с нелегальными веществами. Вот. Чтобы больше такого не было в машине, такое перевозить нельзя. Вообще такое нельзя нигде перевозить и иметь с собой. Вообще с этим нельзя связываться. Так что давайте, вот вам штраф на первый раз. В следующий раз посажусь в тюрьму за такое. Даже учитывая то, что мы находимся... В... В... Лос-Антосе. Так, это... Ну, вы знаете, ребята, я, конечно, ничему не удивляюсь, но это... Это странно как минимум. Эм... О чём он хочет? Мужик. Ты чё хочешь? Давай продолжай. Продолжай, продолжай. Я посмотрю просто. Мне интересно стало. Он, кажется, немножко испугался, когда увидел полицейского. Но... Я отчётливо видел, что он... Пытался проломить эту стену. Помял все лавки. Э-э-э. Парень. Хе-хе-хе. Ты чё? Офигел, что ли? Э? Куда? Стой! На месте! На месте! Это полицейский! Вы чё, не поняли, что ли? Кто так побежал? Ты даже не убежишь от меня. Чё ты это делаешь? А, всё, теперь понял, что я полицейский и точно побежал, да? Оп, я вас толкну немножко, мистер. Вы подскользнулись. Всё нормально? Может, остановитесь? Ах, хорошо. Придётся всё-таки применять оружие. Мистер, стоять! О, смотри, как бегает! Он чё, до этого... Он до этого наврал! Он нормально умеет бегать! Эй-эй-эй-эй-эй! Стоять! Сейчас мы вас застрелим, блин, из электрошокера. Будет очень неприятно. Так, ладно, я, короче, ему в последний раз говорю, если он не послушает, то всё, я стреляю. Так, на месте! Стоять! Всё! Стреляй буду! А, да... Чё, чё, давай! Всё! Молодец, блин, наконец-то! Ты посмотри, какая офигевшая морда недовольная! Чё, блин? Чё смотришь? Сам виноват! Чё там сделать пытался со стеной? Нельзя! Это центр города, вообще нельзя так водить машину свою. Ах, ещё и убежал от меня. Вот так вот себе. Только что на пару сроков заработал обвинение. Ну да... А это, конечно, печально. Ну ничего, отпразднуешь Новый год в камере. One hour later. Ах, зря только время на него потратил. Вот по такой глупости загреметь за решётку. Это ж надо умудриться-то, ё-моё. Так, дайте мне проехать, пожалуйста. Ам, здесь у нас какой-то водитель мотоцикла. Но всё при себе, как я вижу. Номера стоят, каска есть. Ладно, хорошо. Вроде бы не нарушает. Чё? Тихо. Чё там? Воу! Чё? Кого? Так, быстренько, быстренько, быстренько! Выезжаем! Чувак пытается слинять! Едем с офицерами вместе! Останавливаемся! Оп! На месте! Ага, ему вообще пофиг, да? Ну, куда? Дружище, куда? Тебе ж гг. Эм, у меня там товарищи на полицейской тачке явно одни не справятся с этим нарушителем злостным, который едет со скоростью 20 км в час. Да куда вы там летите, чуваки? О май гад, две машины уже, если что, поехало. Я третья. Ладно, чё, ребята, всё, собираемся. Погнали быстрее за ним. Останавливайся, мистер! Пожалуйста, иначе я применю силу, а потом ещё и оружие! Так, ну ладно, он никак не реагирует, понятно. Ах, чё у меня там, боевой пистолет. Ну попробуем для начала его спереди вот так вот немножко остановить. Прям в коробочку! Давайте, давайте, парни, со мной, со мной, зажимайте-ка руку. О! Тихо, оружие! Оружие при себе у него! Офицеры! Аккуратно! Стреляю! Ох, ты ж ё-моё, нифига себе! Ты посмотри, что делает! Сейчас бы, блин, кого-то ранило в канун Нового Года. Блин, парни, давайте аккуратнее. Вы чё? Он вас чуть не застрелил, а я спианец реагировал. Ох, вот это реально, конечно, застрелится. Посмотрите, ребята, Новый Год как-никак, а он такое устраивает. Ё-пра-с-э-тэ, а! Ах, ладно, парни, разбирайтесь с этим тогда, я поехал дальше. А то ещё сегодня работы много. Да уж, даже и подумать не мог, что у этого чувака окажется при себе оружие. Вот так вот, блин, и живи в Лос-Антосе. У любого чувака может пушка оказаться. Это, конечно, жёстко. Эм, чуваки, вы чё так стоите? Хе! Так, я понял, они так на середину мою реагируют. Всё, можете ехать. Граждане, граждане, разъезжайтесь, я... Ну ладно, спасибо, расступились, хорошо. Лейтенант Гост, приём, как слышно? А, база, слышно, отлично. Что-то случилось? Да, у нас тут появился вызов. Говорят, что в городе был замечен... Эм, как бы это сказать... Дед Мороз! Эм, Дед Мороз? Ну, это типа шутка, наверное, какая-то, я так понимаю. Да нет, нет, вот уже несколько человек позвонили, сказали, что... В городе Дед Мороз катается на очень необычном автомобиле. Это типа, вы имеете в виду, наверное, оленей там, вся фигня? Ну да, да, наверное, что-то типа такого. Сможете разобраться? Ох, ну, я, в принципе, ожидал, что что-то такое будет в канун Нового года. Ладно, база, всего хорошего, буду максимально бдителен, всё буду осматривать. Конец связи. Да, конец связи. Ох, ребята. Ну, вы же понимаете, да, что это фейк? Никаких нет у Деда Мороза в городе. Ещё и на каких-то оленях. Этот автобус, кстати, подрезал эту тачку малюсенькую, поэтому сейчас мы проверим документы у этого водителя. Да, пожалуйста, постойте, здесь пока что на месте. Ну, если вдруг заметим какого-нибудь Деда Мороза, либо Санта Клауса, мы с вами, ребята, это, среагируем, не переживайте. Пока что я лучше займусь чем-то более реальным. Так, мистер, здрасте, здрасте, здрасте. Чё у нас там? Очень агрессивное вождение у вас. О, он говорит, это моя первая ошибка, это мой первый раз, то есть он как будто так не делал никогда. Ладно, хорошо, начало нормальное. Всё, активно у него в лицензии. Обыщи машину. Пистолет, вы чё, нифига себе, ты чё, гэнгстер, что ли? Хе-хе-хе, новогодний гэнгстер, ё-моё. Так, давай проверим тебя на опьянение. Может быть, что-то покажет всё-таки. Ноль-ноль-ноль. Ладно, хорошо. Ну, за пистолет я вам выписываю штраф. Давайте, наверное, мы в Лос-Антосе, тут разрешено оружие. Ладно, 50 баксов, я вам пишу штраф, всё-таки вы на рабочем месте. Зачем в общественном транспорте нужно оружие, я не представляю. Хотя в то же время, ребята, как вы сами знаете, в Америке постоянно происходят разные вооружённые конфликты. Вот так вот реально какой-нибудь псих зайдёт с пушками в тачку? Чё делать? Вот реально водитель автобуса. Да, уж это, конечно, вопрос. Хорошо, ребят, чё, поехали дальше в таком случае. Ищем Санта-Клауса. Глядя до Мороза, кого там. Может быть, всё-таки получится его отыскать. Здесь, вон, какой-то Санта-Клаус у нас едет на мотоцикле. Вроде не нарушает. Как вообще можно по такому снегу на мотоцике кататься? Ещё и, блин, без куртки. Хе-хе. Да, уж это, конечно, весело. Кстати, ребята, напишите в комментариях, как вы считаете, кто вообще круче? Санта-Клаус или Дед Мороз? Хм. Я думаю, что Дед Мороз, конечно же. Ну, а вы как считаете, ребята, пишите в комментах. Вот, давайте проголосуемся вместе, посмотрим, кто у нас победит. Эм, что ещё интересного здесь есть в городе? Все куда-то едут, как будто по делам, либо на отдых. Но нарушают вообще реально единицы. Ну, вот как, например, этот чувак, да? Куда это мы-то гоним, кстати? Он достаточно сильно гонит. Прям ты посмотри! Все правила нарушаю! Оп! Давайте-ка, за ним, короче. Мистер! О! А он, кажется, останавливаться не собирается. Так, мистер, пожалуйста, притормозите чуть-чуть. Ну, хотя бы немного. Да, ему вообще пофиг. Да посмотри, он просто не реагирует на мои мигалки. Это означает, что гражданин явно не собирается останавливаться. Едет он куда-то в сторону центра. Я не понимаю, зачем он такой круг делал, объезжал. По всей видимости, какой-то неадекватный человек всё-таки за рулём. Ладно, попробуем его как-нибудь остановить. Останавливаемся, гражданин! Я применю оружие, если вы не остановитесь. Ага, ему вообще пофиг. Ну, оно и понятно, в принципе. Ладно, в таком случае будем пытаться его обстрелять. Боевой пистолет. Главное, что самому не вредься. Тачку не хочу портить. Хотя, так. Ну ладно, не-не, всё-таки не буду портить. О, постановился, ты чё? Всё, он передумал. Ладно, хорошо. Первое колесо пошло. Оп! Дальше поедешь! Ага, дальше едет. Второе колесо! Ну чё? Всё равно едем дальше! Да, блин, ты чё такой наглый-то, а? Ведь уж два колеса просил. Как ты дальше-то едешь, блин, без колёс? Оп, ещё одно и ещё одно. Всё. Ну вот теперь-то точно должно всё нормально быть, да? Ну, чё-то как-то... Чё-то как-то ему вообще пофиг, да? Он и без колёс нормально ездит. Ах, так, хорошо. Я понял. Придётся всё-таки тачку нашу немножко повредить. Прямо в Rolls-Royce. Давайте его вот так вот спикнём. Ладно, хорошо, Rolls-Royce повезло. Он успел уехать. А! Ты чё? А-а-а! Тихо! Чувак, извини! Я не хотел, меня сдвинули просто. Да давай, уходи отсюда уже быстрее. Пока тебя не ранили. Оп, прижимаем его. Оп, давай! А-а-а! Всё отлично! Куда? Куда-куда побежал? Так, всё, за ним. За ним, за ним, за ним, за ним. Оружие в руки и бежим. О, капец, он какой быстрый, ты посмотри! Офигевший просто. Так, ладно, 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 ничего, ребята. Сейчас догоним, догоним, всё хорошо. У меня с собой, что ещё боевое оружие, поэтому, я думаю, можно будет его подстрелить, если он очень далеко убежит. Хотя сейчас я пока что, скорее всего, попробую что-нибудь типа шокера. Оп, всё, достаем шокер, побежали! Давай! Останавливайся! Ладно, он не хочет, короче, но оно, в принципе, понятно. Такие обычника не останавливаются, если они уже побежали, то всё. Ну, вот именно, когда они от тебя на тачке уезжали и так далее. То есть он вообще уже ни в коем случае не собирается сотрудничать. Всё, гражданин, лежим на месте. Вы арестованы. Полежите, оклемайтесь после выстрела с электрошокера. Ого, он ещё и бабки умерел. Спасибо, но подкупить меня не получится. Ах, чё, вызываем тогда бригаду скорой помощи и поехали дальше. Да, всё-таки, ребята, в Новый год очень много интересного в городе происходит. И это очередной раз доказывает то, что помощь полицейских тут нужна! А это чё такое было? Чё проехало? Красная тачка какая-то! Так, стоп-стоп-стоп-стоп, даже и мигалки не пришлось гостить. За ним, быстрее! Ау, тихо! Куда он, блин, развернулся? Это чё за тачка? Я до сих пор не помню, чё за модель? Так, номерные знаки где? Надо понять, что это вообще такое. Эм, у него шапочка сверху. Че, чего? Я ничего вообще понять не могу. Так, стоп, надо быстрее него проехать как-то вперёд. Оп, смотрим. Макуин! Это же Макуин! Мне кажется или нет? Ребят, вы посмотрите, это прокачанный Макуин какой-то! Что это за фигня? Так, стоп! А можно как-то, пожалуйста, объясниться, что вы тут делаете вообще на дороге общего пользования? Просто сворачивает от меня! О май гад, блин! А его ещё и поймать-то тяжело! Очень быстрый! Ну и жесть! Так, ладно, давай! Мерседес ГТР, пожалуйста! Не подводи меня, главное, чтобы мы всё-таки смогли его остановить. Оп-оп, за ним! Давай! Ускоряемся! Здесь напрямую можем выиграть! Главное не задрифтить никуда! Вот, сюда! И давай! Да ты чё, блин, нифига он! Он меня просто разводит, как ребёнка! Куда-то в бок поехал! Так, ладно, всё, за ним! Оп, давай! Оп! А этот, это не спрогнозировал, да? Почти получилось его столкнуть! Ах, ладно, хорошо, это был просто шикарный план! У меня вопрос, а как мне выстрелить водителя? Чтоб его остановить, явно придётся стрелять, скорее всего! Потому что он вообще не остановлюсь! Так, да стой ты! Ааа, смотри! У-у-у! Ху-ху! Офигеть! Так, я его ранил? Нет, я его не ранил! Стоп, он продолжает ехать дальше! Да останавливайся ты, блин, в шапочке! Ага! Всё понятно, короче, ладно, хорошо, у меня есть кое-что поинтереснее! Моё любимое оружие! Бомба-липучки! Если тачка не останавливается, обычно это очень хорошо помогает! О-май-гад, у него скоро колесо отпадёт, да? Ладно, я понял, поскольку гражданин вообще какой-то дедок, вот ты фиги, что ли? Я буду его взрывать, короче! Оп! Блин, я не то, бомбу кинул, на него надо... Оп! Одна готова! Ещё одну! Оп! Всё, на колесе! Так, даём ему уехать подальше, ждём, пока тачек рядом не будет. Так, и на четыре, один, два, три, взрыв! А! Блин! У меня, как всегда, компьютер открылся! Ох! Капец! У меня просто, ребята, нагрежу и компьютер открывать, чтобы вы понимали. Вот, видите, я могу открыть, и тут что-нибудь написать например, ГОСТ. Что это? О, смотрите! Видите? Имя ГОСТ. Это когда выдано удостоверение, или что это? Рождение? И, короче, лицензия активная, всё нормально. Так, это... Блин, надо с ним разобраться, что там вообще было? Я думаю, что там, конечно, вряд ли хоть кто-то уцелел в этой машине, но всё равно смотреть территорию стоит. Так. Тихо. Это... Это чё? Подожди... С... Санта? Стоп, это... Это прикол или чё? Или серьёзно Санта ехал на этой тачке? О май гад, блин. Санта, вставайте! Вы... Вы чё правила нарушаете? Хоу-хоу-хоу! С Новым Годом! Только моя машина уничтожена! И как мне теперь подарки доставлять? Эм... Я чё-то вообще ничего не понял. Вы настоящий Санта? А... А где ваши сани? Олени? Все дела? Хо-хо-хо-хо-хо! Внучок, на дворе 21 век. Я давно уже отказался от саней и оленей. Теперь у меня Гелендваген. Теперь у меня Роллс-Ройс. Только недавно у меня их угнали, и мне пришлось взять вот эту машину. Ой, это... Чё-то даже неловко стало, честно говоря. Ам... Я вообще не знал, что это вы. И зачем вы нарушаете правила дружного движения? Я... Я полицейский. Я должен был реагировать, остановить вас как-то попытаться. А вы просто на пролом ехали. Вот я и решил взорвать вашу тачку. Хо-хо-хо-хо! Ну, конечно, на пролом! Ведь не нужно доставить подарки вовремя, а то детки будут грустить. Нельзя делать, чтобы дети грустили. Кстати, я смотрю, у тебя хорошая машина. Давай же ей воспользуйся, чтобы развести детям подарки. Так, это... Стоп! Какой моей машиной воспользуемся? Вы чё, это у меня рабочая тачка. Я тогда работать должен! Преступников ловить! Я не Дед Мороз, чтобы подарки доставлять. Ну, внучок, на сегодня ты становишься моим эльфом-помощником. Сам виноват, что мешал мне развозить подарки. Поэтому ответ «нет» не принимается. Иди запрягай оленей, и мы отправляемся дарить подарки. Эм... Её красоты, я даже не знаю, что ей сказать. По сути, он сам так-то виноват, что гонял по городу. С другой стороны, он подарки доставлял. А, ребят, напишите в комментариях, что мне делать. Мне лишать его прав или нет? Или всё-таки оставить? Это же Дед Мороз. Короче, я не знаю, ребята. Реально, пишите в комментах, чтобы мы вместе с вами решили, что с ним делать. А я, кажется, всё, на этот день бросаю свою работу и отправляюсь доставлять подарки по городу вместе с Сантой Клаусом. Ты давай поторапливайся, Санта, блин. Идёт он такой. Нам надо подарки всем детям доставить. А мы так не успеем ничего. Тачка у меня, конечно, быстрая, но всё равно. Надо поторапливаться. Так, это... Кстати, я совсем забыл. Давай, Санта, усаживайся, короче. Там пока тачку посмотри. Ребят, в общем-то, я отправляюсь кататься по городу. Подарки, друзья, как вам уже сказал. Вы не забудьте обязательно поставить лайкос под этим роликом, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё раз вам всем желаю хорошего новогоднего настроения. Прям супер-скова. Побольше крутого контента на Ютубе. Счастья, здоровья, всего самого лучшего в новом году. Ну что ж, перейдите в комментариях, чтобы досмотрели это видео до конца, чтобы я поставил вам лайк на ваш комментарий. И не забывайте залетать в мой телевизорный канал, ссылка на который находится в описании под этим роликом. Там я выкладываю спойлеры, общаюсь со всеми. Вот. Так что буду ждать вас в гости. Всем спасибо за просмотр. Удачи. И увидимся на новых роликах совсем скоро. Пока-пока.